Проект «Новый год. Новый я» подходит к концу. Давайте вспомним, с чего он начинался. Мозаика.ру и фитнес-центр «Венец» объявили кастинг. Заявки на участие подали несколько десятков ульяновцев. После предварительного отбора был объявлен очный кастинг, на который пригласили 13 человек. Было выбрано 5 финалистов, которые отправились на диагностику в медицинский центр «Семья». После медобследования были определены две участницы проекта, не имеющие противопоказаний к интенсивным физическим нагрузкам. Ими оказались Кристина Семенова и Юлия Бигас. Меня зовут Кристина. Меня выбрали участницы проекта «Новый год. Новый я». Я очень рада, что я попала в этот проект. Предела счастья моего просто не было. Меня зовут Юля. В этот проект я попала благодаря своим детям, потому что так случилось, что поправилось, и стало заметно, прямо скажем. И дети вот увидели такую рекламу и говорят, мама, попробуй. Для участниц были разработаны персональные программы тренировок и режим питания. С этого момента начался путь наших героинь к обретению красивого и здорового тела. Раз в неделю мы общались с Юлией и Кристиной, видели результат их усилий и следили за тем, как они меняются как внешне, так и внутренне. Эта серия заключительная. Мы побываем в гостях у наших участниц, пообщаемся с ними в неформальной обстановке, посетим праздник в фитнес-центре «Венец» и подведем итоги проекта. Узнаем, удалось ли Юлии и Кристине похудеть к Новому году. Моя задача в этом проекте была дать им необходимые знания, чтобы они с этими знаниями в дальнейшем уже могли поменять свою жизнь, также продолжить соблюдать вот эти вот определенные правила. Ну и немного дисциплины. Мы их подбодрили, а дальше, я думаю, у них отлично будет все складываться. Ежедневно участницы проекта скидывали мне фотографии своей еды. Это нужно для того, чтобы я выверял ошибки, смотрел калорийность. И сразу же вскрывались все какие-то неточности. То есть это действительно для человека, который не разбирается в питании, это важно, потому что они элементарно даже напитками могут в два раза превышать калорийность своего рациона, не зная об этом. Мы побывали в гостях у Юлии Бигас и познакомились с ее дочкой. Я, мало того, что очень довольна. Я вижу огромный результат. Меняется не только внешне мама, но меняется и внутренне, потому что настроение лучше. Каждый день она этим делится. Стараемся поддержать, потому что знаю по себе, что когда раньше я старалась худеть, мама-то булочки вечером приносила домой. С Кристиной мы встретились во время ее прогулки по магазинам, на которую она отправилась с детьми и младшей сестрой. Она очень сильно изменилась внешне, и мне кажется, она начала больше любить себя. Она знала то, что у нее есть там лишний вес, ей это не нравилось. Она хотела это изменить, она это сделала. Я после проекта, да, планирую дальше заниматься спортом, хотя бы три раза в неделю это обязательно я буду ходить, потому что сейчас я хочу потянуться в фигуре и маленько подкачать свои мышцы. Сегодня в фитнес-центре «Венец» проходит спортивный праздник, посвященный наступающему Новому году. Ребята, проект удался. Я горжусь тренерами, я горжусь нашим президентом Федерации бодибилдинга, я горжусь девчонками-героинями, «Мозаика», «Мизинский центр семья», «Белый кролик». Девчонки прошли тяжелый путь к героине, они шесть дней в неделю были здесь, но я очень рассчитываю на то, что мы не самая плохая компания для того, чтобы проводить здесь время. Довольно результатом, мы выполнили все, что хотели. Юля была большим молодцом, она сделала все, что я говорил, изменилось очень, результат у нас семь с половиной килограммов, десять сантиметров в талии, десять сантиметров в грудь и по пять сантиметров на бедрах. Это очень хорошо, а за два месяца без вреда для здоровья, я считаю, это очень хороший результат. Когда этот проект начался, Кристина изначально весила 68 килограмм, 850 грамм. На сегодняшний день она весит 60 килограмм, 100 грамм. Получается, она скинула 8 килограмм, 750 грамм. Хороший результат, даже скажу, это офигенный результат. Домеры не делали, потому что, ну, не имеет смысла, это видно и так, то, что у нее ушло там, где нужно, и там, где не нужно, тоже ушло. Позади остались два месяца упорных тренировок. С Юлей и Кристиной работала большая команда профессионалов, но в первую очередь хочется похвалить самих участниц. Без их рвения, трудолюбия и целеустремленности не удалось бы достичь столь впечатляющих результатов за такой короткий срок. Девчонки, вы это заслужили, вы смогли? Я пришла на проект, чтобы наладить свои отношения с мужем, поскольку его смущали мои лишние килограммы. За эти два месяца я скинула немало килограмм. В семье тоже отношения у нас поменялись. Я очень довольна то, что вместе с килограммом ушли наши проблемы. Я очень благодарна этому проекту, потому что за два месяца все-таки я изменилась сама. Я достигла тех результатов, за которыми я сюда пришла. Сами вы не сможете добиться таких результатов. Нужно обязательно работать только с профессионалами. Всем огромное спасибо. Всех поздравляю с наступающим Новым годом. У меня просто нет слов. Результаты потрясающие. Результаты, самое главное, это лично для меня. Это не только то, что я постройнела и все-таки попала, так скажем, влетела прямо в это платье, в которое я хотела попасть. Но самое главное, это то, что я поменяла совершенно свой внутренний мир. Совершенно по-новому стала ощущать себя и физически, и духовно. Хочется, чтобы то, чему вы здесь научились и тому контакту, который у нас здесь с вами образовался, чтобы он никуда не потерялся и мы остались добрыми друзьями. Что могу добавить? Всех с Новым годом! Мечтайте, желайте, загадывайте желания. Пусть они избываются, но только при помощи вашего собственного труда они могут стать реальностью. Всех с Новым годом! Также хотим выразить большую благодарность фитнес-центру «Венец» и его сотрудникам. Настоящим профессионалам своего дела и нашим зрителям за то, что все это время были с нами. Девочки Кристина и Юля, то, как они выглядели два месяца назад и то, как они выглядят сейчас, это совершенно разные люди. Очень мне понравилось, как был организован проект и в плане рада, что стали мы участником. Хорошо было организовано и в плане того, что было медицинское сопровождение, с очень хорошими специалистами работали девочки. Желаю им не растерять тот эффект, которого они достигли, тот результат и приумножить его в последующем. Наши участницы за два месяца прошли достаточно короткий, но тернистый путь, достаточно тяжелый был для девочек и физически, и морально. Но они молодцы. Они достигли своих целей, которые были поставлены на два месяца. Они пришли к тем результатам, которые они хотели. И при этом они не только сохранили свое здоровье, они его улучшили. Хочется пожелать девочкам, чтобы они и так же продолжали совершенствоваться, не только внешне, не только красотой своей, но и сиять изнутри, что намного ценнее и важнее сохранять свое здоровье. Все этапы данного проекта мы можем освидеть на нашем портале мозаику.ру. Хочу поблагодарить наших партнеров. Это фитнес-клуб «Венец», это медицинский центр «Семья», это студия маникюра «Белый кролик». Также на нашем портале стартует новый проект, это «Операция «Фэшн». Заходите в наш портал, регистрируйте, участвуйте. Поздравляем вас с наступающим Новым Годом! Пусть для каждого из вас он будет счастливым и принесет новые победы и перемены к лучшему. Впереди еще много интересного. Заходите на сайт мозаика.ру, подписывайтесь на наш канал в YouTube, следите за новостями города в наших социальных сетях. Субтитры создавал DimaTorzok